Смотрите, по началу. Раз, два, три. Там слышно в зале. Мы завязали, опять развязали. Трезвости. Злые узлы. И скатчат по сцене. Как козлы. Но все-таки Ленинград, понимаешь, это очевидный праздник. Здесь ясные эмоции. Все существуют не для зрителей. Они думают, что это зритель существует для них. Я так не думаю. Я знаю, что я существую для зрителей. У меня обратный вектор. Антон Яныч. Аккордеон, тенор, аранжировка. Ромэра. Саксофон. Сашко. Я трубачку. Шнур. А я на басу. Все замечательно. Ведется работа над новыми песнями и новыми альбомами. Ну, сначала. Бас, дырочка, вступили. Давайте. Чтобы чертей видел, по-моему, было один раз. Таких маленьких чертиков. Ни больших, ни страшных. Они были похожи, скорее, на мышей. Ну, причем, я не знаю, то ли я себе это напридумывал, потому что я прекрасно это помню. Скорее, белая горячка – это беспамятство. Поэтому, если я это видел, то, скорее всего, это была галлюцинация. На мой взгляд, именно из-за этого левля так долго и просуществовала. Потому что это все было некой единой штуковины. И пьянка, и концерт, и поездки, и настроли, и общение. История показывает, что это было правильно. Мне она кажется. Говоришь Шнуров, вспоминаешь водку. Говоришь водку, рано или поздно поставишь группу Ленинград. Что касается группы Ленинград, то вот сидит Сергей Шнуров, который придумал все это дело. Где-то в интернете болтается очень трогательно, в фес-конференциях, перед каким-то концертом. Ну, 40, они там, домашний такой концерт. С Ромеро и так далее, да. Блин, концерт, который мы не могли играть. Но они не в памяти. Они не в памяти, да. Мы были такие. Можно работать в таком коллективе алкоголиков и придурков. Почему ты их так называешь? Ну, потому что это правда. Потому что я отчасти, я тоже такой же. Я довольно рано остановился, но ребята побухивали, да. Рома Фокин так вообще. Ромеро, он прямо допивался до измененных состояний. Очень суровых. Меня зовут Рома, как вы догадались. А Ромеро, он, конечно, шнурки, ну, как-то это было в процессе полета. В городе холодном и побричном Во-первых, все были тогда молодые. Это раз. Во-вторых, тогда особо никто не следил за исполнительским мастерством и за всякими такими вещами. Пускай небо и земля там сегодняшний, Ленинград и тогдашний. По степени отношения и по степени ответственности. Да это бред вообще. Ну, говорить о том, что алкоголь способствует там какому-то творчеству, а открытию какой-то алкогольной чакры, связи с космосом, нет? Ну да чушь собачья. Я ни одной песни пьяного не пьеду. Вообще ни одной. В нем колокочет талант, безусловно. К колокотанию таланта яркой красной лампой стало гореть. А понравится ли это зрителю? И ба. Ну, в любом случае, это был мой единственный заработок. И я предполагал, что, грубо говоря, есть некие 10 рублей. Два шнурову, 8 на группу. И в какой-то момент я вдруг выяснил, что там, по-моему, не 10 рублей, а 80. И 8 на группу. И мне показалось, что это чудовищный исправедитель. Никто не думал, что мы сначала кашу ели за нарукой атласа вместе, понимаешь? И человек может как-то там сделать некрасиво по отношению к тебе. Чистой воды спорт. Я играющий тренер, я учредитель, я вот... Да. Акции этого клуба у меня. Ну что, как тебе настроить? На боевых. Да? Класс. И весь мой райдер. Водичка, кофемашина и 4 пепельницы. Занюх, ну ты смотри-то, ну вот, ты по ранжиру смотри стоимости билетов. Но тот, кто ближе, должно быть слышно лучше. Те, кто дальше, должно быть слухой чуть не распорчиво. Тут законы физики на... Плевать на законы физики. Ты нацены поставил билеты. Ну, группа Легрета – мощный бизнес. Так сложилось, что деньги не терпят дружбы. Там необходимо поступать так. С теми, кто с этим не очень дружит. Единственная дырка. Не надо грязнить своим дурацким брейком. Бам! Плачу и плачу. Слабо Ленина! Слабо Бачкару! Слабо Бачкару! Слабо Бачкару! Слабо Бачкару! Шнурок – это и есть Ленинград. И это как бы его единственное гениальное изобретение. Название придумал Сергей. Не помню как. Название страшно остроумное. Название классное. Потом оно двусложное. Его удобно скандировать. Ленинград, как Роллинг Стоунс. Вот Битлз неудобно скандировать. Битлз, Битлз, Битлз. Ужасно. Ленинград! Ленинград! 45 тысяч человек покупают билеты. Из-за чего они покупают билеты? Не только же здесь музыка. Нет, песни все хитовые. Во-первых, 20 человек на сцене. Каждый из 20, на каждой из 50 можно 3 часа смотреть. У них всегда есть фишки. У них всегда что-то меняется. Есть какая-то маленькая, там вот другие выставлены. Мне важно представление. Мне важно перформанс. Мне важно, чтобы что-то на сцене происходило удивительное. Чтобы были медведи, мартышки, клоуны, конферансье. Вот это все. Вначале интуитивно. Потом я стал осознавать, что мы делаем. Мы делаем вот это. В некотором смысле юмор на сцене. Это довольно жесткий в некотором смысле юмор. Но у нас государство такое, что это всегда воспринималось именно так, как оно и происходит у юмора на сцене. Действие. Вот искренность, это самое отвратительное, что есть в поэзии. Искренность, понимаете ли, это тоже прием. Я говорю, я искренний. Это тоже некая маска. И эту маску я стараюсь не использовать, потому что ее сильно передержали у лица все герои русского рока. Потому что у них все есть исповедь. Я не понимаю, зачем исповедоваться толпе, ну, честное слово. Стадиону. Зачем вот стадиону моя исповедь? Мне кажется, что, извините меня, какать на сцене гораздо честнее. Я бы не писал вам, если бы не беда, но у меня искренно не идет вода. Значит, ну, теперь это такая фабрика по заколачиванию денег, по производству простых песен с матюгами. Вот, только очень дорогое. То есть получается, как бы, ситуация, при которой человек, начавший с андерграундной позиции, с позиции маргинала, которому все позволено. Сергей с самого начала как-то, он все время все придумывал. Мы старались ему не мешать. Здесь, на студии документальных фильмов, был осуществлен проект альбома «Пуля». Вот, тут, собственно говоря, и начался тот самый Ленинград. Ну и здесь он, видите, репетирует по-прежнему. И за мной погоня, а за мной бегут солдаты, вместо неба их автоматы. Основные события происходят на репетиционной точке. Стадион — это реализация. Это уже вот, когда у тебя ракета-то построена, что тебе? Дальше она полетит, и все. Ну или не полетит. Здравствуйте. Здравствуйте. Одно дело, как я у себя через череп слышу, у меня разная громкость. Стилеобразующим стал тот факт, когда Пузо вернулся из командировки из Италии, жутко разожравшийся. Он не мог уже играть на гитаре, потому что она не умещалась на Пузо, он не видел, какие аккорды он берет. И он говорит, что мне делать? Я позвонил Андроменовичу и говорю, Андрюха, у тебя есть полковой барабан? Ну, а он служил в это время. Он говорит, да, есть, я сейчас на складе посмотрю. Он привез полковой барабан. Это вот был стиль образующих факт в истории группировки Ленинград. Пузо с большим барабаном. Вот все. Лично для меня лидером того времени был абсолютно Вдовин. Вот. Вдовин был первый скрип. И в какой-то момент, я помню, что мне звонит Шнуров и говорит, слушай, я такую, говорит, песню сочинил классную, заходи послушать. Сережина играл песню про Лелю. И вот мне кажется, собственно, это и было началом группы Ленинград. Репетиции даже были. Многие называют их условными, но я не соглашусь, потому что репетиция это, чтобы у всех получалось играть что-то, придумать. На аккордеоне играл Андромедыч, который на клавишах играет у нас сейчас, и на тубе. Я учился в музыкальном училище имени Муторского. На одном курсе с первым солистом был по Ленинград Игорь Вдовин. Он меня познакомил с Сергеем. Вдовин пел, я играл на басу, пузо играл на гитаре. На первом выступлении из духовиков был только драку. Больше никого не было. Просто меня пригласили в коллектив, когда он начинался, с самого первого дня. Примат у меня. Здесь в данной истории примат. Я немножечко примат. Дракула стал приводить с бутыльников, в том числе Ромеро. Не, ну, понимаете, духовики, в принципе, как пи***. Их возьмешь вот одного, их потом десять сразу. Мы записывали пластинку. Это была точка аукциона. Студия документальных фильмов в Петербурге. Только в Питере мог родиться этот Ленинград. Здесь все его подхватили, все ему помогали. Сергей познакомился с Леонидом Федоровым. И он позвонил и сказал, что появилась отличная банда, живая, настоящая. Мы выехали в город Санкт-Петербург и услышали. И нам понравилось. Вот. Это как раз... Мы гуляли просто Петербург по улице. И дернули курсанта. Типа, можно с тобой сфотографироваться. Первый же концерт нарисовался такой, который очень большой, массовый, в Москве. Да как рубануло. На разогреве у группы Аукцион. В доме он отказался ехать. Солист, из-за того не все, просто перед вагоном, перед поездом, говорит, что как бы, ребята, я не поеду. Ну, как бы. Отказался. Отказался, да. У него там что-то нашли. По-медицинским этим самым. Выбротик, как он сказал. Ну, короче, история темная. У меня довольно были тогда действительно серьезные проблемы со здоровьем. В таком эмоционально-психологическом плане. То есть мне было трудно выходить из дома. Вот. Ну, так немножко поплыл. И мы такие раз там в этом вагончике, в купе, так-так, кто будет петь-то вообще? Зашми с трудового че. Как я так понимаю, что Шнуров-то точно знает все песни. Понимаешь, как бы он такой, ну, я буду. Мы пришли сюда, с этим шум веселится. И потанцевать, как я с тобой повезет. Песня моя, она как пицца. В воздух прилетает, к тебе шарапарет. Либо нужно было забить на все. И сказать, что я потратил там полтора года своей жизни ни на что. Либо что-то попытаться сделать. Но я попытался сделать вот и сделал. Как сам Сергей, мне потом рассказал, что он так боялся на этом концерте. То есть он, я, говорит, так ссал, я так ссал, что вообще вещь. Я уже к тому времени не бухал. А когда человек поет «Бухаю», там, четвертый день «Бухаю», ну, как-то у меня это уже, меня это немножко подламывало. Я думаю, что если бы в Ленинграде был бы вдовен бы, ну, до сих пор, то группа была бы мощнее. Он пел объективно лучше. Ну и как композитор, он довольно изобретательный парень. Это была бы такая же группа с названием группа «Ленинград». Но я могу сказать, что если бы шоу «Шнуров», то, наверное, Ленинград была бы неизвестной группой, которая сверкнула в 98-м году и все. То, как, я не знаю, режиссер Аки Кури-Смяки придумал Финляндию, то, как Альмадор придумал Испанию, или то, как придумал, я не знаю, кустурица Балкана, «Шнуров» придумал, так Ленинград. Ленинград был заточен на успех. Вот если бы это было неуспешно, этого бы просто не было. Черная зависть вообще не испытывал никогда. Белую зависть испытывал и не раз. Иногда кто-нибудь что-нибудь так круто придумает, что прям вот думаю, блин, ну это же было рядом. Это мог бы быть я. Ай-яй-яй. Ну вот молодец, собака. Сукин сын. Когда вышел экспонат, в общем, никто даже в принципе не предполагал, что может быть какой-то такой ажиотаж, эти просмотры, которые набегали, набегали, набегали. И даже сам Серёга, человек с железными нервами, я впервые видела в его глазах лёгкую растерянность. Почему это? Что это случилось? Я объясняю только одним, что у Сергея Владимировича Шнурова какой-то контракт с дьяволом, скорее всего. Больше это ничем не объяснить. Алло, Кисунь? Кисунь, привет. Как дела? А-а-а, понятно. Помнишь, у тебя были эти, ну, типа лабутены? Я помню, мы сидели, обсуждали, кто чего там думает по этому поводу, по поводу вот этих женских странностей и что женщины вытворяют, когда они собираются на свидание. Здорово. Сергей. Всё ясно, мне всё ясно. Когда я понял, что это двигается в правильную сторону, мне уже были детали неинтересны. Его героиней песен – это бодловатые шмары. Сейчас прикольно. Вот смеяться над этими тёлками тупыми, да? И он, кстати, один из немногих, если не единственный вообще, кто смеётся над этими тупыми тёлками. И они сами смеются с ним вместе над своей же тупостью. И женщины, которые говорят, боже, какой ужас, как стыдно, они лукавят, потому что готовятся к свиданию. Все так. С мыслью о том, что сейчас они придут, этим же вечером он сделает предложение, а через 20 лет они сына в армию проводят. Ты чё? Круглов, как там тебе? Бывает, что я понимаю, про что нужно снимать и навязываю это, бывает, что я не понимаю, про что нужно снимать. И тогда я даю полную волю и свободу режиссёру. И потом уже выбираю из каких-то вариантов. Вообще я люблю варианты. Понял? Да. Питер и Питер – самый сложный из всех семи клипов, которые я снимала для Серёжи. Потому что он был после экспоната. Я приехала к Серёге, это был, на самом деле, первый раз после трёх клипов с разведёнными руками и со словами «я не знаю, чё». Вот, вот, не приют. Вот эту фабу придумал я. Мне нужны были вот эти разные герои, которые как ртуть стекаются в одно место. Что, например, хочется какому-нибудь обычному человеку вот больше всего? Очень ему хочется послать всё. Я говорю, ну да, действительно, иногда бывает очень хочется послать всё. Александр Сергеевич Пушкин, великий русский поэт, писал по этому поводу следующее. А не пошло бы оно всё? Все поняли? Прекрасно. И при всём, при внешнем хутоизме, А сердцем я люблю страну свою, А эта песня в целом о туризме, И для туристов я её помню. Эй, мужик! Дело в том, что после песни от туристов вообще уже спасу нет. Они все приезжают и приезжают, и приезжают, и приезжают. Заходишь в магазин, говоришь, можно пиво? Говорят, нет, туристы всё выпили. Нет уж, ребят, спасибо уж. Давайте теперь в обратную сторону сыграем. Не приезжайте. Если вы посмотрите, везде Шнур заявляет прямо по тому, что заявляет его песня. То есть он везде выступает в роли такого ватника, значит, в этой майке-алкоголички, который на самом деле любит кино, любит Высоцкого, любит, значит, там, водку. Дальше вот это самое же эффектное. Если прийти к Шнуру и сказать, зачем сменёшься над нашими ценностями? Да, он сделает вот так, скажет, я ничего не смеюсь, выписывая в столбик, читай. Значит, Святой Никола, спаси нас от рок-н-ролла. Я ненавижу рок-н-ролл, я хочу, чтобы Святой Никола спас от рок-н-ролла. Где здесь насмешка над ценностями? Конечно. Я ж никуда не уехал, я люблю Россию. Ну, честно, вот со всем абсурдом, со всем ужасом, со всей неоднозначностью, да, мне кажется, что это самое интересное место на Земле. А там, где интересно, там я. Мне вообще крайне повезло, что я родился в этом городе, в этой стране, в это время. Это круто. Я работал радиостанцией «Модерн». На этой радиостанции работал Серёжа, который занимался пиаром, рекламой. Постоянно сижу в кабинете, придумываю пиар-акции, занимаюсь, там, смотрю, какие-то социологические опросы, там. Сергей был брошен, как казалось тогдашнему руководству радиостанции «Модерн», на развитие, на поднятие рейтингов радиостанции. Собственно, с его приходом радиостанция и угасла. Ну, глаза у него живые до сих пор, только они такие колючие. А тогда они были очень внимательные, такие чёрные глазки-смородинки, которые смотрели очень так мягко, я бы даже сказала, нежно. Ну, ладно бы я работал по настройке, играл бы на гитаре, да? Тогда бы со мной можно было, наверное, сделать всё, что угодно. Но я-то работал на радио «Модерн», я примерно понимал, как устроен шоу-бизнес. Их пытались, по-моему, там, как-то закабалить в какой-то шоу-бизнес, и у ребят ничего не получилось, свалу богу. Я понимал, что, конечно, никому ничего нельзя подписывать и никому нельзя отдаваться, чтобы не играть концертов больше, чем мы можем, чтобы не играть концертов, когда мы совсем не хотим, чтобы не ездить в эти утомительные туры по стране, мы же сами вольны. Вот эту ручку либо вправо, либо влево. Помню, раньше возьмёшь колбасу и доедаешь её без остатка. Потом был какой-то запрет при Лужкове идиотский. Не знаю, реальный или придуманный. У Лужкова просто был такой год. Я потом анализировал эту ситуацию. Он именно в этот же год отменил Кориду, отменил Рамштайн. И потом думает, ну как же, вот я всё иностранное отменяю, да дай-ка я русское что-нибудь отменю. Не потерплю, разорю, как у Сотокова щедрина, да. Ну и вот, собственно, посмотрел, посмотрел, запрещать вроде некого. А, вот, Ленинград. Я говорю, как? Нас же запретили. Он говорит, так это самое крутое, что можно сделать вообще. Ты понимаешь, что нету круче рекламы, чем запрет? Понимаешь, эта отмена очень круто повлияла, конечно, на судьбу группы, потому что мы уехали за границу и за границей играли. Очень много. Мы вообще Россию выключили из гастрольного графика. Вернее, она нас выключила. А так как с той стороны люди хранят тупые, а шнур человек умный, остроумный и быстрый, то в любую ситуацию, если ему не лень, он перевернёт в свою сторону. Единственная запрещенная группа в стране, ну это счастье. Ну как бы с этого времени она стала, блин, грабущая, там ставят такие корпоративы, там, как бы, и деньги. Вот, ну мы ничего не получаем. Серёга, где наш бабло? Ты же сам говорил, что если мы подпишем на всю группу, отказавшись от авторских, то общая сумма без налогов будет больше. Серёга такой, ах, сука, а мне деньги платить? Я сейчас вообще его выгоню, бухать. Да не, они просто хуку выиграли. Вот и всё. Ничего тут такого там запредельного. Это была банда. Махновщина. С Махновщиной ты что можешь сделать? Ну, деревню взять можешь. Клуб может. Стадион не можешь. Дисциплина – это когда у тебя есть стадион, у тебя есть куча народу, и вот что тебе главнее по жизни? Наебаться или сыграть концерт. Выбирай. Окей, я говорю, человек, вы бухаете. Вот, да, вы бухаете. Мудокий, ну мы все бухаем. Ну вы бухаете так, что так бухать нельзя. Я вам говорил, не бухаете, а вы бухаете. Вы же бухаете. Сделал ход конём, он просто взял очень крутую, действующую группу, под названием «Спидфайт», в полном составе. Серёжа нас на запись привлёк в качестве помощи мощной. На запись альбома записали, потом сыграли презентацию, а потом остались. Там была такая ситуация, что он после того, после записи альбома, вообще-то коллектив распустил. Ленинград того первого состава, о нём больно много разговоров. На самом деле, там через него прошло цать людей. Некоторые играли по три концерта и просто потом вылетали. И тут он как бы такой шуток, типа я разгоняю группу, как бы, знаешь, я ухожу на телевидение. К вам пошёл. У него большое будущее телевизионное, мне кажется, потому что он единственный, я думаю, в нашей стране. Ну я полез. Эх, не по размерчику. Но наша программа не вини-путь. Мне больше всего понравилось, как был решён вопрос с немытой посудой. Хрясь, и всё помыло. Я накопил огромный опыт. Я, в принципе, могу сделать собственными силами сейчас, ну, наверное, какое-нибудь ток-шоу для Ютьюба, ну, вот нечего делать. Это круто. Это знание. Это моё умение, которое теперь есть у меня. Ну, реагируйте, повторяйте. У-у-у. У-у-у. А-а-а. У-у-у. У-у-у. А знаете ли вы, что в их отношениях замешана ещё одна персона? Подруга семьи Кондрашовых Флорида. Ха, встречаем. Перея, перья, перья. У-у-у. Любите друг друга. Не смотря ни на что. Подождите. Жена. Алло. Алло. Да, Мусь, я репетирую. Первый раз я услышала его песни, когда мне было 14 лет. И мне очень нравилась эта музыка. Ну, можно сказать, что я была фанаткой. Матильда, прости, это работа. Это работа. У нас общая подружка живёт в Америке, и она прилетела, привела Матильда на концерт в гримёрке познакомиться. А где ещё знакомятся рок-звёзды с девушкой? Не п***ь, не встроились? Он сразу же начал уделять мне внимание, подошёл, спросил, как меня зовут, сразу стал предлагать напитки. Как я потом уже поняла, это очень нестандартное его поведение. Он не из тех мужчин, которые будут очень сильно там изображать из себя джентльмены, ухаживать. С тех пор мы с Сергеем и не расстаёмся. У тебя нет никаких температур? Нет, першит прям. Для человека, который выходит на сцену, в общем-то, наверное, нормально. Отчасти себе любие и жажда быть на Олимпе. Меня бывает накатывает, но потом довольно быстро откатывает. Ну и потом жена у меня хорошая. Она вот говорит, как видит со стороны, и это классно. Просто, пожалуй, никто ближе, и нет никого, да, никто же меня не знает. Конечно, я его знаю. Как облупленного. В наших отношениях, наверное, я его берега, потому что он, конечно, бы уже разлился бы вообще до безобразия. Я ему говорю, ты, пожалуйста, не сходи с ума, окстись, стоять. не всегда доходит с первых слов, но потом как-то вот со временем начинает понимать. Ну, мне кажется, что так и должно быть у мужчин же. Что женщина, это, конечно, которая там твоя, самый близкий человек. Мечтаю, я тебе мечтаю, страдаю, я по тебе страдаю. В течение первого месяца возникло пару ситуаций, после которых я ему сказала, что вот это и вот это для меня недопустимо. Впоследствии, какие-то годы спустя, он мне сказал, что, ты знаешь, со мной так ни одна женщина не разговаривала, меня это настолько восхитило, что ты мне сказал, так, вот так не будет, вот, ну, можешь сделать вот как-то по-другому, но вот так не будет. Ему это почему-то очень понравилось. Наверное, мне было это нужно, не знаю. Кому-то это осознание просто не, ну, не под силу. Кто-то по-другому вообще чувствует жизнь. Для кого-то там, не знаю, бильярдная и пивная роднее любого дома, да. Ну, есть такие люди, я их тоже понимаю, я так тоже умею. Нет никаких запретов. Но если он собирается, например, напиться, то, скорее всего, я ему дам понять, что я против. И, скорее всего, он поймет, что этого делать не нужно. Вследствие чего высвобождается свободное время, силы, и человек идет на студию. Это же прекрасно. Я вот по-прежнему как там, выпивал, наверное, за пьянку, там, два литра. Так вот и пью. Ну, водки имеется. Давай, целую. Улыбаюсь хитро, я не по годам, два по ноль семь литра за прекрасных дам. Ну, он не романтично настроенный человек, романтика, это вообще не про него, поэтому, ну, вам лучше ему задать этот вопрос, верит ли он в любовь. я верю. Я не знаю, слушай, я ее люблю, да, наверное, это достаточно. Я понимаю, что, конечно, она сильно повлияла, но мне и, наверное, и нужна сильная такая женщина, та, которая может мне сказать нет, та, которая не поддается на мои манипуляции и уловки. Матильда быстро разобралась со мной, я чему я очень счастлив. Ребята, сегодня у моей жены день рождения, представляете? Выпей, дорогая, я тебя люблю. Сейчас, давай еду, вновь не выстрел. Он знал, что рубль будет нуждаться в поддержке патриотов. Когда группировка «Ленинград» была разогнана там на два года, я играл в группу «Рубль», разбирался там с роком, с русским языком, как это вообще возможно все. «Рубль» — это группа быстрого реагирования, которая снимает показания о составе воздуха. Но делает это не текстом, а музыкой. Самосознание сужено в точку, денежный кризис — это цветочки. Мы с вами сделали все это вместе. Кризис совести и чести. В принципе, и сейчас работает как идеальное описание ситуации. Опять же, как показывает история, рубль явилась таким базисом, листиком, на котором потом сформировался новый Ленинград. Подтвердился «Зенит». 19 октября мы собираем самый большой стадион в этой стране. Мы замахиваемся на «Зенит-арену». когда разные промоутеры стали обращаться к Сереже с тем, что «возобнови группу, пожалуйста, мы ужасно хотим делать концерты», мы сели, обсудили, а что делать? И я его спросила, «Ты хочешь обратно?» Он сказал, «Я хочу обратно группу, но в какой-то другой роли, мне нужно что-то новое». Потом меня осенило, что преодоление вот этих рамок вот этого формата группы, оно возможно с введением нового солиста, еще и лучше солиста. Тогда это все становится игрой. Мы тем самым преодолеваем вот эту границу жанра. И он написал для Юли вот эту песню «Сладкий сон». Это была бомба, потому что два года молчания, и вдруг выходит песня «Сладкий сон», и поет «Рыжеволосая девушка». Вот тогда уже пошли вот эти песни, за которые, кстати, Серега сам передо мной извинялся. «Ты прости, что я тебе такую песню написал, но это эксперимент». И вот этот эксперимент как ни странно выстроил. Вы вот смотрите на происходящее в мире. Вы понимаете, что женщина сейчас в главное время наступила большой, сильной, настоящей женщине. Это не я придумал, это не мой тренд. Да. Я его, так сказать, услышал, прочитал. просто сопливые песенки про то, что ты меня бросила, а я такая вся несчастная, уже, наверное, не актуальна. И вот эта вот жесткость вот этого вот в выборе именно женская, наверное, вот части населения очень нужна была. Куган забеременела, совершенно неожиданно, потому что никто от нее не ожидал такого. Как? Как эта девушка может забеременеть? Потом она вернулась из декрета, замены она уживаться не захотела, я замену выгонять не захотел, замена осталась. Мы расстались как-то не очень, конечно же, потому что Серега, в принципе, никто хорошо не расстается. То есть, если уходишь, уходишь навсегда. Потом пела Алиса Вокс, и потом уже Алиса ушла, пришли новые девочки, Флорида, вот. Ты просто, просто, во-первых, мы вышли на сцену, когда никакого объявления, о смене группы вокалистки, тем более, двух вокалисток не было. Мы вышли вдвоем просто в зал, где вообще нас никто не ждал, никто не знал. Тут, конечно, у людей такие глаза, типа, что это такое, что за две, непонятно кто. Вику я увидел в электричке, когда ехал на дачу в рощину. Она продавала электропаяльники, вот, и при этом пела. Я подумал, какая классная девчонка, и мне нужен электропаяльник. Я была очень культурно и рафинированной девочкой, которая пела соу и джаз, и вот однажды я решила, что хочу какого-то вызова научиться материться, вот, и пришло. Вот так. Я променяла русский Дисней на русский мат. Это повторяешь. четыре года я работала в мюзиклах. Короче, я пойду, потому что они все врут. Эти правды, что нас заставили, нас заставляют. Да, у нас забрали, хорошо, все, у нас забрали паспорта. Когда мы ехали в электричке. Я вообще гражданка Узбекистана, у меня забрали паспорт. Сказали, пой. Я почу и плачу. Я почу и плачу. Я почу и плачу. Плачу и плачу. Не могу иначе. Я почу и плачу. Я не знаю, но есть же такой знаменитый слоган революции 68-го года. Делайте все, что угодно, только не работайте. Я бы не работал. Это не работа. Я делаю, да, это не работа. Это вот, это то, что мне нравится. Я устаю, но я не тружусь. Это не проклятие труда. Вот я против труда. Я урок труда ненавидел в школе. Еще раз. Я хочу такое начало. Вы что, раз, два, три. Ну, та-та-тира, за так, ну, ё-моё. Для артиста очень важен голос, конечно. на мой взгляд, гораздо важнее репертуар. И как он его преподносит. Это вот самое интересное. Серега вот так преподносит. У него это здорово получается. Любой шлягер так устроен. Если он дико сложный, его это сложно запомнить. Вообще, у обывателя довольно короткая и необъемная память. Предположим, шнитке насвистеть он вряд ли сможет. А зацепина? А пожалуйста. за такую музыку только рваные деньги подают. Сейчас будет нормально. Он может прийти, дать аккорд, и мы понимаем, что это будет сейчас какая-то новая песня. Никто не знает, что за песня. «Стопок есть у меня только чашечки» Все, что мы делаем, все находится в рамках традиции болотной музыки. Но с примесью, конечно, итальянской эстады. Мне очень нравится раннее Пугачево. Могу слушать бесконечно. «Чашечки» Под ситой обвислой маечкой, матом такой, я вам скажу, питерский интеллигентища закопан. Абсолютно канонический, химически чистый, рафинированный питерский интеллигент. Первый раз Маринку я, наверное, попал еще в абсолютно бессоздательном возрасте, наверное, в классе в первом. Иван Сусанин четырехактный спектакль масштабный опера, где с невнятными мелодиями великий композитор Глинка и очень хочется спать. Час ночи еще не расходимся. Начинается последнее действие. Я помню, что после как раз этого спектакля я учился по классу скрипки. Я пришел домой вместе с мамой и на следующий день я ей сказал, что никогда я не буду играть больше на скрипке. И делайте со мной все, что хотите. Я ненавижу вашу музыку. Причем у нее там семинария духовная или закончится и закончится. Ничего духовного это назывался, сейчас дословно вспомню, религиозно-философский институт при обществе открытое христианство, которое находилось рядом с духовной академией. Собственно говоря, у нас были одни и те же преподаватели. Когда ты занимаешься историей церкви или историей философии, ты так или иначе касаешься истории культуры. И как-то все это, ну, у меня, по крайней мере, встало в голове именно таким облимом, что очень не хватает здесь группировки в игре. Мы все равно все время верим самому себе. Ну, сейчас интересно про это, и он будет про это. Интересное образование. Мы поэтому придумали вместе историю про то, как он читает лекции про историю русского искусства XX века. Кто-то недоучился в Академии художеств, кто-то немного походил вольнослушателем по парижским частным студиям. Потому что мне хотелось аудиторию, которая реагирует на фамилию Шнуров, но не реагирует пока на фамилию Кандинский или Татлин. Сережа здесь выступал как такой троянский конь и сделал это блестяще. Это очень умный человек, который мог бы добиться успеха большинства индустрии, но ему стала интересна музыка. Группа Ленинград это не попса, при этом работает на территории папсы, пожалуйста. И ТВ какая-то премия есть чудовищная, не ИТВ, а еще какая-то есть. Золотой граммофон группировки Ленинград и Сергею Шнурову лично на сцену поднимается Григорий Лепс. ему нравится, но это замечательно. Засунуть его какой-то формат невозможно, он в своем. Понимаешь, скорее всего, формат под него подстроится, чем он под какой-то формат. Я к песням вообще подхожу очень легко и спокойно. Может, в силу того, что я не написал там Let it be, да, не написал, а не написал. Я поэтому могу это все переаранжировать как угодно. Для меня же главное, чтобы было интересно и группе интересно, и зрителям интересно. Совершенно спокойно Шнура можно себе представить звучащим на радио шансом. Голос хриплый, песни простые, понятные про жизнь. Нужна была шансон, песня, которую исполняет кабацкий певец на набережной в Коктебеле. Он сразу согласился и говорит, скажи мне на диретофон там 3-4 слова, которые тебе кажется там должны быть. Встретились через неделю, и он мне на плеере поставил в наушники эту песню, и потом мне Шнуров позвонил и предложил сделать клип на эту песню. Интерес вот к этому совмещению видео и аудио, он, наверное, возник как раз с выходом альбома для миллионов, это 2000, наверное, первых, второй, третий, 2003 год. Ну, посмотри, как поменялось время. Дорога была снята долго до появления Ютуба, а за последние на секундочку так 14 лет все поменялось. бизнес-музыки, вся индустрия поменялась и видео поменялись вместе с ним. Мне кажется, у него сейчас такой уровень точности клипов, то, что снимает Аня Парнес, то, что снимает Нат Шуллер, это два человека идеально транслирующие точно все, что есть сейчас у Ленинграда. мы готовили хардкор летом и там была небольшая роль и мы думали кого можно позвать и я подумал а почему не позвать Шнура? Мы сказали не, 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 он не пойдет зачем за нос водить его в кадре кровью плевать о чем ему это нужно я говорю ну, у меня ощущение что если судить по его творчеству то ему это будет интересно я говорю давайте просто устроим встречу я ему быстро сказал что будет за фильм я сказал возможно будет полный бред но будет как минимум весело а может получить что-нибудь очень хорошее как-то так незаметно три часа проболтали и как-то потом получилось так что мы вот решили сделать какую-то совместную работу и не одну все, что я получил задачу в цирке все этим все сказано и это можно интерпретировать как хочешь это довольно-таки вроде бы ограничивает тебя и при этом дает тебе полную свободу я не знаю у меня в принципе со счастьем все очень просто вот если мне с утра вдруг удается придумать какую-нибудь нетривиальную небанальную рифму или какой-нибудь мелодический ход то я весь день счастлив я вот кстати всем советую если вы чувствуете что чего-то вам в жизни не хватает начните писать стихи вот просто решайте как ребусы ставьте себе задачи и с утра если вы что-то придумали очень классно вот прям весь день классное настроение я просто послал Шнурову почитать сценарий вот он прочитал там была такая вот артистка в этой пушкине вот моя мечта была всегда ее треснуть вот так чтобы она вот ну как бы вот так вот полетела назад я говорю слушай давай это вставим в конце наконец Сереж дождался встал и ударил персонаж Киреева человек который наверное путешествовал в другие измерения человек который видел бездну так сказать да нечто что оставляет мне кажется отпечаток определенное понимание чего того что ты играешь который очень сложно достичь хотелось я сразу поднял статью что вот Шнур наверное единственный человек который может сыграть эту роль смешение языков называлось вавилонским столпотворением я сейчас такой-то говорится вот тот это такой книги такой-то надо запомнить книжки это яд их нужно принимать в гомеопатических дозах и причем постоянно тогда у тебя возникает привыкание тогда у тебя нет никакой там любимой книжки тогда тебе книжка не переворачивает мировоззрение как там говорят вот эту книжку я прочел и у меня все перевернулось все поменялось это говорит только о том что человек мало читал есть два пути либо не читаешь совсем либо читаешь всегда третьего пути нет я знаю что есть дни когда он целыми днями сидит запершись читает книжки например философ и теперь я хотел бы записать его уже собственный авторский курс он хочет храниться рассказывать алло алло здорово привет это Филипп Дедко здорово не могу сейчас говорить сейчас я быстренько альбом запишу и быстро лекцию про Ницше потому что это главный философ я думаю что ну и по сей день блин видео пишу брателло извини да Ницше нужно еще дорасти так сказать хотя бы тует мнение что Ницше это вообще писатель подростков но Ницше собственно говоря это и предвидел он знаменитая его фраза оградите мое учение от свиней спасибо это про подростков насколько я понимаю я надеюсь что Сережа не Ницше что это чертово знаете Ницше же собственно говоря чем мощен тем что он не концептуален у него нет объяснения мира почему почему вот сейчас там какие-то совершенно рудиментные товарищи нам кричат где же национальная идея после Ницше не может быть никакой национальной идеи это человек который мыслит правильно и в деле вероломства потому что если мы вернемся к чудесному первоначальному смыслу слова вероломства это умение ломать веру умение ломать так называемый скреп умение ломать притч умение ломать мерзкие традиции дайте для вас сыграем мы песню пойдемте пойдемте премьера песни песня называется актриса один раз алкоголик матерый вкратце пересказал мне там лета не театр а мы в нем актеры ну и я вообще-то об этом эх ломочка аленая короче мне аленая 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 вот здесь видно какого действительно адского труда это все стоит и следствием каких невероятных и музыкальных и интеллектуальных и прочих напряжений это является и посмотрите на рожу этого столевара столевар устал да сегодня да ребят совсем прощаюсь девчонки пока до завтра завтра в 3 точно так же не рассчитывайте что завтра будет легче чем сегодня помните да нам нужно сыграть сильный концерт на стадионе зенит 19 октября потому что нам потом в этом городе жить и ходить в булочную понимаете дело в том что он на самом деле своих героев этих всех любит и пьяницы и мечтателей и халявщиков и даже воров всех потому что ну вот ни в одной песне нет такого вот когда ты чувствуешь вот это вот отвращение героев сереже удалось придумать такую историю которая уже тучу лет занимается этим объединением он такой министерство связи люди разных профессий могут в одном порыве подпевать матные куплеты ну как ты думаешь ну как ты думаешь а это нормально супер гуд супер 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 гуд я нормально супер гуд да будь то президент какой-нибудь фирмы или просто рабочий ну сейчас его просто любят все от милиционеров там до депутатов и по одним предельным претензиям как бы он свернет лавочку и скажет не будет вам новых писем ну и все этот шантаж абсолютно универсальный нет оно может мне предложить достаточную сумму чтобы я заткнулся вообще Сергей невероятно талантливый человек в хлестком виденье и в умении точно лаконично выстроить идею песню текст человек такой женщина на грани наверное гениальность потому что как у него какая-то такая чуйка ну как бы тогда он знаешь ну есть того того считал лучше мне кажется что Ленинград как был лучшим и единственным изобретением Шнурова так и остался потому что Шнуров пытался и сниматься в кино и заниматься каким-то бизнесом и так далее и так далее и даже основал свою группу рубль но все как бы свелось к Ленинграду но все-таки Ленинград понимаешь это очевидный праздник здесь ясные эмоции здесь ты идешь понятно зачем здесь нет загадки да здесь нет того что как на спектакль новый на премьеру да ты идешь и не знаешь что там будет как на многие там наши коллективы да все существуют не для зрителей они думают что это зритель существует для них я так не думаю я знаю что я существую для зрителей у меня обратный вектор вот на то мы стоим и стоять будем спасибо спасибо все пора над рекой склонился ибою понимание происходящего отменили слова некрасивые все красиво и ненавязчиво что же с нами со всеми сталося все до пениса и попалося что в других уже не осталось все до пениса и до палося все до пениса и до свалоса и теперь окунувшись вглубь истории художественных образов этим став неуязвимым для упреков крайним художественным радикализм я могу смело и убежденно сказать что не ошибается тот кто уверен что мы свидетели величайшего исторического момента итогов и концов во имя новой неведомой культуры которая нами возникает но и нас же отметет а потому без страха и неверия я поднимаю бокал за разрушенные стены прекрасных дворцов так же как и за новые заветы новой эстетики лучший трек в пуле я это понял уже некоторое время инструментал на который тогда мало кто обращал внимание на самом деле это главный кусочек но мы были мало понимающие тогда то то Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова